Сегодня мы расскажем вам про проект World War Heroes, о том, как мы его разрабатывали, с чем мы столкнулись, ну и надеемся, наш опыт вам пригодится в ваших разработках. Меня зовут Сергей, я занимаюсь в основном кодом, а это Денис, он занимается артом на проекте. Всем привет! Получился бы просто клон, и нам необходимо было бы сделать несколько введений, из-за которых проект поднялся на новый уровень. Первое, что мы сделали, это мы добавили в онлайн мультиплеер технику. Танки, машины и прочее вы можете использовать прямо в бою. И второй аспект, это мы полностью пересмотрели графическую составляющую проекта и вообще вывели все на новый уровень. Разрабатывали мы где-то год командой 27 человек, основной прототип мы сделали где-то за 3 месяца. Еще год потом дорабатывали проект, и за 3-5 месяца мы уже вышли в бету. После этого мы одновременно стартанули на Google Play и Apple Store. Вот тут вы можете видеть, что это первый день релиза, и мы сделали в определенный день 260 тысяч установок за один день. И это казалось таким неплохим результатом. По серверам у нас на тот момент было где-то 17 тысяч одновременно онлайн. Так как мы уже релиз с готовым решением, то у нас вообще не возникло никаких проблем с серверами. А вот на релизе МСО у нас случался краш после тысячи онлайна. Но когда у тебя есть готовые наработки, то ты уже можешь их просто пересмотреть, и на этот раз у тебя не случится никаких казусов. Так у нас и получилось, как бы онлайн и релиз пошел очень гладко. Сейчас у нас больше 10 миллионов скачиваний, и установок на сегодняшний день держится в районе 25 тысяч, и средняя оценка 4.5, она вообще стабильная и не падала. Дальше Денис вам расскажет про графику и что мы делали. Всем привет. Меня зовут Денис. Я арт-лид в Last Level, и я расскажу вам некоторые интересные аспекты разработки. В принципе, главной нашей задачей было улучшить графику по сравнению с МСО, но при этом оставить системные требования на прежнем уровне. Как вы знаете, Android-устройств очень много. С одной стороны, есть слабые, дешевые китайцы, с другой стороны, есть мощные флагманы типа Galaxy или Pixel. Поэтому для нас было очень важно найти такие простые универсальные решения, которые бы позволили играть в нашу игру на как можно большем количестве устройств. В начале разработки нашей нижней планкой были слабые уровни OpenGL ES 2 устройства с одним гигабайтом оперативной памяти. Но потом эта планка, конечно, стала немножко повыше, но мы все равно оставили поддержку OpenGL ES 2 устройств. И даже сейчас, спустя год, на 20% установок в день приходится на них. То есть это тысячи устройств, и мы не можем отказаться от их поддержки. Извините. Собственно, как мы это делали? Во-первых, мы написали свои шейдеры для оружия персонажей. Мы поработали над real-time освещением в игре. Также мы запекали свет с помощью V-Ray. Плюс мы использовали альфа-тест материалы много в окружении. Мы добавили постобработку по сравнению с MCO. И отдельно поработали над оптимизацией сцен. Для начала про шейдеры. Ну, вообще, стандартный Unity Shader, он, конечно, красивый, но он тяжеловат для мобильных устройств. Поэтому мы написали свой более простой. Ну, такая более грубая PBR-аппроксимация. Ну, конечно, нельзя сказать, что это честный PBR, потому что у нас там рендер в гамме, поэтому нельзя говорить о сохранении энергии света или физически корректном освещении. Но, в принципе, это неважно, потому что он все равно выглядит довольно красиво. И это удобно с точки зрения разработки контента, потому что сейчас вообще PBR уже стал таким стандартом в индустрии. Под него уже заточены инструменты, художники знают, как с этим работать. И вам очень легко будет объяснить, что нужно получить от художника. Это тоже плюс, потому что мы много работаем с аутсорсерами. Но этот шейдер, конечно, все равно, несмотря на то, что он легче стандартного шейдера, все равно тяжелый для слабых устройств. Поэтому у нас есть его более простая версия. Там не используется уже карта нормалей, и все освещение происходит практически по-вертексной. И только спекуляр считается попиксельным. Это позволило еще почти в два раза облегчить сам шейдер. Но на самом деле для слабых устройств даже это много. И у нас есть еще два не PBR шейдера. Они уже сделаны просто, чтобы получить какой-то приемлемый визуал на совсем уже слабых девайсах. Здесь можно видеть, как мы упаковываем текстуры. Диффуз, но на самом деле правильно сказать альбедо. Карта нормалей. И еще одна текстура. Это такая комбинированная. Там три маски. Металлик, глосснес и еще маска камуфляжа. Потому что мы также накладываем еще в игре на оружие камуфляж. Это еще один такой способ кастомизации. Ну и пару слайдов. Это стандартный Unity материал. А это наш материал. В принципе, как вы можете видеть, различия не так критичные. Может быть чуть-чуть погрубее. Но в общем выглядит круто. Дальше про освещение персонажей в игре. Проблема в том, что мы ограничены одним направленным источником света. Но нам надо как-то освещать персонажей. Потому что когда он заходит в какое-то темное помещение, он должен становиться темнее. Когда он заходит в светлое помещение, он должен становиться светлее. Иначе он будет очень сильно выбиваться из окружения. Поэтому мы применили такой очень старый трюк с лайтмапами. Когда игрок двигается по карте, то каждый пройденный метр пути он с помощью Raycast пробирует цвет лайтмапы у себя под ногами. И этот цвет уже подмешивается в освещение. Ну и несмотря на то, что это такой очень простой способ с помощью правильно подобранных цифр магических мы смогли получить довольно неплохой результат. В принципе, можно посмотреть. Персонаж неплохо реагирует на освещение и хорошо вписывается в окружение. Подобную технику освещения мы применили также и для техники. Ну, как видите, она тоже неплохо работает. Дальше. Про V-Ray. Собственно, почему V-Ray? Ну, чтобы вы понимали, когда мы начинали разработку, в Unity еще не было прогрессив лайтмаппера. И там был только Enlighten. И Enlighten запекает свет очень медленно. И, к сожалению, он дает очень много артефактов. И проблема в том, что вы можете ждать там 4, 5, 6 часов, а потом увидеть, что вообще все не так, и результат никуда не годится. Вы что-то твикаете, и опять начинается этот процесс. Это просто было бесконечно. Так что мы решили попробовать V-Ray в этом случае. Ну, для начала о плюсах. Конечно, V-Ray – это круто. У него более качественное GI и освещение. У него очень крутые источники света. Круглые, квадратные, направленные, ненаправленные. У него можно делать полноценные эмиссии в материалы для освещения. Потому что вот это в Unity, например, вообще не работает. Также очень большим для нас было плюсом возможность использовать карты нормалей для запекания света. Потому что, несмотря на то, что разрешение Lightmap довольно низкое, но карты нормалей помогают довольно неплохо поднять детализацию визуальную. У вас, конечно, не получится с помощью них запечь свет на каких-нибудь маленьких трещинках, но это круто работает для больших форм. Например, для скал или для террейна, каких-нибудь камней или кирпичной кладки для таких больших вещей. Ну, еще круто, что это совершенно бесплатно. То есть вы в самом материале, в самом Unity вам делать ничего не надо, вы просто бесплатно получаете более качественную картинку. Также плюсом было то, что в V-Ray можно делать свои материалы. То есть вы, например, можете сделать отдельный материал для растительности, чтобы свет сквозь нее частично проходил, чтобы она была полупрозрачной, и в игре она не была такой темной и выглядела естественнее. И также мы могли делать другую прозрачность для материалов вообще кастом. Но я дальше расскажу, почему это было очень важно для нас. Ну, где есть плюсы, там есть и минусы. Главным минусом, конечно, является время, потому что вам нужно совершить очень много дополнительных действий. Вам нужно заэкспортить сцену в Maya. У нас тогда этот экспорт занимал только 10-15 минут. Вам там нужно настроить этот рендер. Вам нужно расставить источники света, настроить материалы, объединить объекты, настроить вывод этих лапмап. В общем, это все занимает довольно прилично времени. И, в принципе, если это сделать один раз, то это нормальная тема. Но у нас проблема была в том, что постоянно находились какие-то баги или какие-то проблемы, что нужно было переделать на карте. И нам снова нужно было возвращаться к этому. Многие действия требовали повторного выполнения. То есть вам опять нужно экспортить. Там слетали нафиг все материалы, опять их назначать, опять объединять. И в итоге запечка этого света затягивалась на несколько дней. И вообще все на самом деле у нас с V-Ray закончилось довольно печально, потому что в какой-то момент мы решили незадолго до релиза поднять версию Unity. Ну и мы использовали автоматическую развертку в Unity. И, как вы знаете, они там иногда любят что-то подшаманить с ней. И вот когда они там в ней что-то меняют, то у вас сразу же слетают лайтмапы вообще на всех картах. И то есть получилось, что у нас слетели все лайтмапы, и у нас просто не было времени физически заново печь их в V-Ray. И мы уже взяли просто прогрессив лайтмаппер там, и кое-как за неделю уже все сделали в нем. Тогда он уже появился, так что стало попроще. Ну, пару слайдов для сравнения. Это уже на самом деле прогрессив лайтмаппер, не enlightened. У него со светом было похуже в то время. И V-Ray. Ну, как вы видите, в принципе, главное отличие – это то, что появился рельеф на скалах. Ну, само освещение стало немножко более глубоким таким. Там на самом деле еще есть плавные тени от облаков. Но это уже такие мелочи, в принципе, художественные. Еще один скрин, в принципе, стандартный и вироевский. Вот. Как вы видите, появились очень прикольные тени на декалях. И что очень важно, появилась корректная тень от вот этой вот сеточки. И в самом Unity мы бы, в принципе, никак не могли ее сделать. Ну, подытожив, я бы хочу сказать, что если вы хотите использовать V-Ray, то, во-первых, обязательно откажитесь от автоматической Unity вот этой вот развертки. Потому что иначе вы можете напороться на то, что у вас все слетит внезапно при обновлении Unity. И еще приходите в V-Ray уже, когда вы заполишите более-менее сцену, чтобы не заниматься там многократной перезапичкой, не тратить кучу времени. Ну, теперь про... А, еще один тоже пример. Ну, такой уже прямо очень явный. Это одна и та же геометрия. С картой нормальный и без. Ну, вы сами видите, в принципе, разница налицо. Просто детализация несравненно выше. Теперь про альфатест материалы. В принципе, это такой простой, но гибкий инструмент. У нас для прозрачности используется такая карта высот. И она смешивается с Vertix с Color. И это очень удобная штука, чтобы создавать всякую дополнительную детализацию и прикольные штуки. Вообще, дальше здесь должна была быть анимация, как эта сетка рисуется. Но почему-то именно на этом компьютере гифки не работают. Ну, на самом деле, вот так же мы делали вот эту вот сеточку. Камуфляжную, рваную. Так же мы делали в игре дороги. Вот эти вот. Так же мы делали декали на стенах. Так же мы делали дополнительные дырки от пуль. Да, тут должно было выйти видео, как они красиво наносятся на стену. Ладно. Так же мы делали растительность. Там еще всякие разбрасывали мусор. Делали там разбитую черепицу. В общем, это очень круто. И тут нам как раз очень помог V-Ray, потому что он позволил вот от этих материалов запекать корректные тени. А в Unity это сделать никак нельзя. Ну и сейчас мы, на самом деле, мучаемся с этим. Либо не делаем тени вообще, либо как-то их прячем очень, чтобы это было незаметно. Дальше. Про постобработку. В принципе, мы особо ничего сложного не делали. Мы добавили цветокоррекцию и виньетку. Ну, тут все понятно, как бы... Выглядит странно, конечно, на проекторе. Цветокоррекция, она позволяет вам добавить больше глубины, какой-то художественной выразительности картинки. Сделать цвета более насыщенными, добавить контраста. Или наоборот, сделать цвета приглушенными или увести их в какие-то оттенки. В общем, это прикольно. Ну, это, конечно, тоже дорого на мобильных устройствах. Поэтому мы включаем цветокоррекцию только на самых высоких настройках. Она может очень серьезно просаживать производительность на слабых девайсах. Теперь про оптимизацию. Ну, главной целью для нас было снизить количество дроуколов. Потому что на мобильных устройствах дроуколы очень дорогие. И с их ростом вообще производительность очень быстро начинает прям падать. Ну, и, в принципе, это относится и к полигонажу в кадре. Поэтому мы всеми силами старались их сократить. Дальше вы можете увидеть сцену базы подводных лодок. Мы стараемся держать в кадре от 60 до 100 тысяч треугольников. В пике до 110 до 120 тысяч. И не более 100 дроуколов. По нашим тестам эти значения показались нам наиболее адекватными для того, чтобы работать на разных устройствах. Ну, и, в принципе, этим правилом мы пользуемся на всех наших проектах. Собственно, как мы этого добивались? Во-первых, мы использовали текстурный атласинг. То есть все текстуры на сцене, они объединены в 3-4 таких больших 2К атласа. А это, в свою очередь, уже позволяет использовать всего несколько материалов на сцене. И благодаря этому очень хорошо работает static batching. А static batching, он что делает? Он берет все статические объекты, у которых есть одинаковый материал, и рисует их за один дроукол. Ну, соответственно, это помогает очень неплохо это количество дроуколов снизить. Ну, раза в полтора, в два точно. Но, блин, на самом деле с атласами есть проблема. У нас, к сожалению, нету какой-то волшебной кнопки, чтобы просто нажать, и вся сцена там сама порезалась на тайлы, атласы там упаковалась, и все бы работало. И поэтому художникам все приходится делать руками. Это, конечно, отнимает прилично силы и времени, и затрудняет какие-то предредактирования на поздних этапах разработки. Сейчас, секундочку. Ну, помимо атласинга, мы также поработали с collusion cooling. Если кто-то не знает о collusion cooling, это такая технология, которая позволяет скрывать невидимую геометрию. То есть, например, если у вас есть перед вами какое-то препятствие, там, например, стена, и за ней что-то еще есть, то вот эти невидимые вещи, они будут просто отброшены, и они не будут рисоваться в кадре, и это, соответственно, снижает и количество дрог-колов, и количество полигонов в сцене. Но проблема с окруженным cooling в том, что он дорог на мобильных устройствах, и он серьезно грузит процессор. И если вы просто накрутите настройки высокие, то, скорее всего, вы получите не увеличение производительности, а ее падение за счет вот этой дополнительной нагрузки. И, с другой стороны, если вы выставите очень низкие настройки, то он будет просто плохо работать, и вам ничего не отрежет, и, опять же, вы не получите производительности прирост. Также важно, конечно, правильно разбивать сцену для работы окружена, потому что если он обрезает пообъектно, скрывает объекты не по полигонально, поэтому если у вас будет какой-то огромный дом одним объектом, то тут уже окружен cooling не поможет, и даже если вы видите какую-то его маленькую часть, он будет весь рисоваться. Но еще одна проблема окружен cooling в Unity — это то, что он, в принципе, плохо работает. При любых настройках он не обрезает кучу всякой невидимой геометрии, и специально для него мы еще сделали такой очень простой скриптик, который скрывает объекты просто по дистанции. И вот уже вместе с ним мы смогли получиться хорошего прироста и в производительности, и влезть в те рамки, которые мы себе, в принципе, поставили. Ну, также, на самом деле, на низких настройках мы скрываем всякие мелкие объекты, там, например, траву или какие-то там мелкие пробцы разбросанные, это тоже поднимает производительность. Ну, да, кстати, также мы скрываем еще на низких настройках и партиклы, и там, например, дым, огонь, там какая-нибудь пыль, висящая в воздухе, это тоже дает неплохой прирост. Ну, и еще раз, в принципе, если вернуться к настройкам качества, то вот помимо там просто уменьшения текстур, мы, соответственно, скрываем, снижаем качество шейдеров подменяемых, мы скрываем часть объектов, мы отключаем постпроцессинг, мы еще там скрываем тени под человечками, и в общем целом все это вкупе позволяет нам получить приемлемую производительность на разных устройствах там, и на очень слабых, и, соответственно, хорошую картинку на мощных телефонах. Ну, в принципе, у меня все. Тут еще один скриншот. Здесь вы можете видеть на отражение. У нас есть своя собственная система отражений на замену кубмап, которая работает гораздо быстрее, но про нее я уже расскажу как-нибудь в следующий раз. Всем спасибо. Сергей. Давайте немного посмотрим то, что у нас есть в плане монетизации проекта. Это первое, что надо понимать, что если у вас шутер, то вы можете продавать оружие как минимум. Помимо этого у нас есть кастомизация каждого оружия, и помимо этого еще у нас есть улучшение характеристик. Кроме оружия у нас также используются гранаты и мины в качестве расходников, аптечки, а также специализации и персонажка. В будущем мы хотели бы ввести еще кастомизацию техники, но пока что мы не успели это сделать. Вот тут вы можете видеть, как выглядит скрин кастомизация. На примере автомата MP44 вы можете поставить прицел, вы можете заменить какой-нибудь там тип патронов, поставить камуфляж, поставить брелок. И все это абсолютно для каждого оружия. Причем некоторое оружие имеет больший тип кастомизации, где-то меньше. Мы смотрели там, где можно отделить, там какие-то приклады, а где нельзя как бы, ну и старались максимально все подогнать. Помимо этого вы можете улучшать оружие в плане характеристик. На текущий момент у нас три характеристики. Это урон, точность и скорострельность. Вы можете улучшить каждую характеристику 7 раз, но причем каждое следующее улучшение будет по шансу меньше, чем предыдущее. И на последних уровнях вообще шанс улучшения меньше процента, поэтому улучшить что-то в принципе достаточно тяжело. Улучшение происходит за очки улучшений. Вы можете их получить либо просмотрев реворд рекламу, либо купить за голду. Дальше. Ну помимо оружия у нас есть также расходники. Это стандартные там противопехотные гранаты. Также у нас есть противотанковые мины. Вы можете их разбросать по сцене, допустим, и ждать, пока проедет там танк и взорвется. Также после вашей смерти эти мины никуда не исчезнут. Они также будут лежать там, пока какой-нибудь другой игрок не найдет их и не уничтожит. Помимо этого у нас есть также противотанковые гранаты. Ну и TNT — это такая взрывчатка, которая с детонатором. Вы ставите бомбу где-нибудь там в углу, на танк вешаете, где-нибудь еще и ждете свой фракт. Ну и можете всегда ее взорвать с помощью детонатора. Ну и также у нас есть гранаты газовые. Они позволяют вам выкуривать противника из каких-нибудь труднодоступных мест, там, например, в здании или за укрытием. Так как у нас нет никаких специализаций, это типа, когда вы снайпер или штурмовик или пулеметчик, то мы ввели ее искусственно. Мы просто добавляем в слот в качестве предмета специализацию, которая улучшает ваши характеристики для владения определенным предметом. Ну, например, там, снайперская винтовка. Вот. Вы также можете в любой момент сменить специализацию прямо в бою. Теперь немножко про валюту. У нас все стандартно. Это вот голда и серебро. Причем голду вы можете получить просто, посмотрев реворд-рекламу. Это случается раз в какое-то определенное время. Либо вы можете купить это за реальные деньги. Причем первая покупка у нас всегда сопровождается двойным бонусом. Это позволяет уменьшить первый порог, ну, барьер первого платежа. Это тоже важная вещь. Ну и любая покупка у нас в игре отключает форсированную рекламу. Это значит, что после того, какой поиграли, вышли в меню, вам не будут показываться никакие офферы там. Ну и лишняя реклама. По серебру у нас все так же стандартно. Это то же самое. Мы не стали придумывать никакие конвертеры из голды в серебро, а решили просто продавать так же все за деньги. То есть, если вам не хватает какое-то оружие, вы можете либо нафармить это в бою, либо вы можете задонатить. Ну и еще одна точка монетизации — это кейсы. Во-первых, у нас есть рекламные кейсы, из которых вы можете получить контент после просмотра рекламы. А также три вида обычных кейсов за голду. Причем из последнего вообще выпадают самые крутые и легендарные предметы. И еще одна важная фишка, которая сподвигает людей открывать эти кейсы — это то, что если вам выпадает оружие, допустим, 10 уровня, а вы 5, то вы имеете право его применять в бою. И это позволяет игрокам открывать эти кейсы и тратить очень большое количество голды. Помимо этих кейсов, вам также из боя выпадают обычные, в которых могут лежать очки и улучшения. Чтобы их зарабатывать, надо просто играть в бою, и, соответственно, иногда вам будут начислять эти кейсы. Ну давайте немножко посмотрим, как вообще мы создавали карты. Так как у нас идея World War, то мы старались создавать карты на основе каких-то больших сражений. Это, например, Нормандия, Сталинград, Берлин и тому подобное. Первое, с чего начинают моделлеры, это просто сбор референсов. Мы просто серчим интернет и все складываем в папочку, а потом начинаем накидывать концепты, что примерно мы должны получить, какие развалины, ну с учетом того, какую карту мы делаем. Вот на этом слайде вы можете видеть, как примерно после концепта должен выглядеть вижел на карте, которую мы разрабатываем. Ну и самый первый этап вообще создания карт это на whitebox. Ну то есть, когда нету никакой детализированной геометрии, вы просто делаете болванку карты и можете с легкостью редактировать прострелы, проходы, это все балансить и не вызывать никакого дисбаланса. Ну это самый простой способ. Помимо этого, мы также на этой болванке расставляем спавны. Спавны это точкой респавны персонажей. Для каждого режима они всегда разные. Допустим, для ДМа они разбросаны по всей карте, потому что это режим Deathmatch. Для TDMа это Team Deathmatch. Там уже две команды. Это значит, что спавны должны располагаться в разных частях карты. И также отдельные спавны под технику, если карта имеет наличие техники. Ну и помимо этого, еще отдельные спавны под лутбоксы. Это такие ящики, из которых вы можете получить какой-то лут прямо в игре. То есть если вы найдете автомат, то вы можете до следующей смерти им пользоваться. Итак, когда болванка будет готова, она переходит моделлером, которые уже делают из нее нормальную геометрию, как вы видите. Из простых там вайтбоксов начинают получаться крутые штуки, всякие здания. Ну и вот это финальный рендер. Это готовая уже карта. Она у нас сейчас уже в обороте. Это карта Берлина. Она получилась маленькая, компактная, и люди любят постреляться. Это одна из самых популярных карт нашей игры. Получилась она одна из самых крутых по visual по факту. Теперь немножко посмотрим, что такое большие карты. В общем, их создание — это довольно трудоемкий процесс. Но мы думали, что давайте пихнем на огромные карты танки, и пусть там будут массовые сражения на танках. Это вроде круто выглядит. Но по факту мы получили то, что люди просто не хотят разбираться, куда-то бежать долго. Иногда на них не хватает танка. И, в общем, большие карты не пользуются популярностью абсолютно. И основной онлайн скапливается на маленьких картах. Это вот такие, которые вы просто бежите, спавнитесь, убиваете перо попавшего человека и уходите на респ. Все как бы. Поэтому если вы будете делать в вашем шутере какие-то большие карты, то имейте в виду, что они не пользуются популярностью. Ну и также мы любим всегда делать тулзы, которые помогают ускорять разработку. И всем советуем также применять эти тулзы. Например, мы, вот как вы видите, в аудитории визуализируем любые спавны, любые направления, там, лодбокс и все, что может спавниться вообще на карте. Это очень правильно и позволяет оценить картину того, как у вас устроена вообще карта, как она забаланшена, вместо того, чтобы просто там по пивотам что-то сидеть расставлять. Помимо этого у нас всегда присутствуют тестовые сцены. Это такая сцена, которая позволяет вам что-то тестировать или создавать предмет прямо не входя заново в игру. То есть обычно этот вход сопровождается тем, что вам надо зайти в меню, из меню выйти в бой и там уже тестировать. Это неправильно. Вам надо сделать тестовые сцены, на которые вы поставите ваш танк, допустим, и будете уже тестировать его. Ну и вот вы можете видеть, что работы довольно много. Это вот лутбоксы. Мы балансим каждый лутбокс, и если бы не тестовая сцена, мы бы просто офигели это все делать. А так мы все это сохраняем и потом просто респавним. Ну и помимо этого нам необходимо было инструмент, который позволит балансить наше оружие. Так как у нас очень много оружия в игре, это более 50 видов, то мы сделали специальный шутинг рейндж. Там вот стоит такая мишенька. Стреляя в нее, вы можете сразу вывести на табло, ДПС, там урон и прочее, все характеристики оружия. И если вам что-то не нравится, вы можете сразу подвигать это и отправить на сервер данные. Ну и также в этих лутбоксах все пушки, которые есть в игре. Ну и немножко теперь про бэкэнд проекта. Я сразу хочу сказать, что проекты, которые довольно большие и работают без бэкэнда, это как бы неправильный подход, и это не позволит его развивать очень сильно. Поэтому изначально мы ставили себе задачу, что бэкэнд – это такая вещь, на которой будут храниться все абсолютно данные. У нас на клиенте вообще ничего, кроме визуальной какой-то вещи, не хранится. Все уроны, все стоимости, список оружия – все это хранится только на серверах. Пока клиент не получает эти данные, он не будет работать. Вы также можете видеть, что мы полностью контролируем любые данные у игрока. Админка также может собирать о нем данные и отправлять, какие он там читы использовал, что он делал, и это все сразу выдавать администраторам. Также список транзакций, которые он делал, список предметов и вообще абсолютно любая информация. Админка также имеет автоматические способы модерации игрока. Например, от спидхака. Когда игроки используют спидхак, они ускоряют, допустим, время на клиенте. И он начинает носиться по карте, ну, если у вас фотон, допустим. И это не очень хорошо, поэтому мы придумали такую штуку, что раз в секунду он отправляет пакет на сервер. Если он делает это более чем раз в секунду, то значит, что у него включен спидхак. Его банят на 24 часа. Ну и вот вы можете видеть, что также в админке у нас все цены, все предметы, все характеристики оружия, все это хранится заранее. Мы просто определяем их, а потом клиент скачивает. И если нам надо что-то настроить в проекте, допустим, мы вылили апдейт, и в нем там сломана пушка, или она там овербалансна, мы просто подкручиваем это в админке, и нам даже не придется заливать билд. Так что это очень удобно. Ну и также сервер наш контролирует полностью транзакции любых игроков и контролирует рефанды. Допустим, очень обычный лайфхаб к людей, это типа взять тысячу рублей, задонатить ее, получить голды, потратить эту голду и потом сделать рефанд. И для разрабов это не очень хорошая штука, поэтому наша админка, она еще получает рефанды и также делает минус игроку, который занимается такими вещами. То есть если даже у вас был там плюс 100 голды, то она вам может голду в минус занести и будете с этим сами разбираться. Ну и помимо этого, мы также монетизацию проекта полностью держим на сервере. У нас есть конструктор, который позволяет создавать офферы, причем он настраивает кондишены. То есть вы можете задать офферу, что он появляется, допустим, на пятый день, там через 10 минут такого-то геймплея, если игрок побывал там-то. Также вы можете настроить скидку, на сколько времени этот оффер, контент внутри и цену. Помимо этого, еще админка позволяет обетестировать, то есть показывать половине игроков там, допустим, одну цену и половине игроков другую цену и замерять конверсию. Таким образом проект выводится на какие-то определенные метрики по монетизации. Мы нащупываем более правильные подходы, как можно юзеру продать что-нибудь в игре. Ну и напоследок, там два таких смешных момента, скажем так. Первое это то, что мы получили один раз это предупреждение от Activision. Дело в том, что мы подсматривали еще на сторонние проекты, и один из них был Call of Duty World War. И мы решили использовать похожую иконку на них. Это где мужик вот так сидит типа с пушкой и типа World War. И мы нарисовали такую же иконку. И самый прикол в том, что когда мы ее залили на АБ-тест, она показала конверсию плюс 40% инсталлов, и мы от этого офигели, и решили оставить как есть. И мы недолго радовались, потому что через две недели нам приходит письмо от Activision, и они сказали, что чуваки, вы как бы, конечно, крутые, но либо вы меняете иконку, либо мы вам игру сносим. И нам пришлось вернуть, соответственно, иконку, и после этого уже нарисовать какую-то более свою. Так что не советуем рисовать похожие иконки на чужие продукты. Ну и также не обойдется без багов. Соответственно, у нас есть кланы, и причем они в рейтинге сортируются по очкам кланов. Чтобы получать очки кланов, надо, допустим, фармить какие-то задания. И игроки собираются и фармят. Одно из заданий — это уничтожение техники на картах. Но никто из разрабов не учел, что если ты садишься сам в танк и подъезжаешь к стене и себя уничтожаешь, то очко клана тоже не дается. В итоге, когда этот баг узнали, то игроки просто начали садиться массово в танк и подъезжать к стене, просто забивать на все и взрываться. И месяцами вот так фармили рейтинги кланов. Ну и когда мы это выяснили, причем мы на это клали долго. Поэтому, когда мы забивали на этот момент, мы думали, что ну и как-нибудь там само разрулится. Но в итоге игроки просто собрались массово и начали бомбить нам в соцсети просто всем разработчикам, типа пофиксить это уже наконец. В итоге мы за день сели и также на сервере просто отключили этот момент и все. И нам даже не пришлось билд перезагружать. А кланы турецкие мы порезали, которые занимались такими вещами. Вот. Ну и у меня в принципе все. Спасибо вам большое. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok